Напомню, Азербайджан, Россия никто. И причем это не выбор России. Это так Азербайджан решил, что он не хочет поддерживать с Россией тесных военно-политических отношений. Армения, напротив. У нас с Арменией договор 1997 года о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Понятно дураку, что в случае нападения на одну из сторон договора, другая помогает. Дальше. Плюс еще Армения наш союзник еще и по другому договору ОДКБ. Организация договора коллективной безопасности, где то же самое, да, взаимная помощь. Дальше. Армения состоит с Россией в объединенной системе ПВО. Ну, то есть не только у нас договоры какие-то есть. Объединенная система ПВО. Регулярно проводились учения совместно и в Армении, и на нашей территории. Дальше. На территории Армении находится российская военная база, которая базируется в Гюмрии и Ереване. Третье. Границы Армении с Турцией, страной НАТО, осуществляли пограничные войска Российской Федерации. Ну, то есть уровень военно-политического сотрудничества с Арменией у нас был больше, чем с Беларусью. То есть это был наш самый основной союзник вообще. Не только в Закавказье, а вообще в принципе. Мало того, Армения неоднократно и при Пашиняне, и до него заявляла, что в НАТО она вступать не хочет. Понимаете? Не то, что там другие, типа, ну, может быть, пока сейчас нет, потом, нет, не хочет. Потому что видят гарантию безопасности только в России. И большинство политических сил Армении было в этом едино абсолютно. После проигранной войны 20-го года, когда Россия никакой помощи не оказала, при посредстве России был заключен некий мир такой. Значит, Нагорно-Карабахская республика, которая в советское время была автономной в составе Азербайджанской ССР. После распада, и 98% населения там всегда были армяне, и при СССР, и потом, после распада Советского Союза, когда пошел передел границ, она стала независимой, ну, и фактически там ее, конечно, прикрывала Армения. Так вот, остался Нагорный Карабах, соединен с Арменией узеньким горным коридором, дорогой, Лачинским, так называемым. Россия гарантировала безопасность этого коридора. Вместе с Турцией, кстати, да, ну, то есть, вот, почему мы Турцию туда затянули, я до сих пор не понимаю, какое она к этому отношение имеет. Но, тем не менее, да, считал, что вот сам Нагорный Карабах остается армянским, и будет коридор между ним и Арменией. Ну, Азербайджан коридор быстро заблокировал. Сначала там появились некие активисты, ну, типа, неправительственные. Ну, помните, как линия опоры электропередач из Украины в Крым тогда еще взорвали некие активисты. И Украина вела, а мы тут вообще ни при чем. Вот эта вот песня, да. Значит, по сути, Нагорный Карабах оказался, где здесь живет несколько десятков тысяч армян, оказался в блокаде. А после этого появились уже реальные КПП, азербайджанской армии, которые решают кого-то пропускать, кого-то нет. И Армения неоднократно протестовала, просила о помощи нас, как гарантов, вот того, что сложилось после осенней войны 20-го года. Мы опять ничем не помогли. После этого Азербайджан напал на саму территорию Армении. То есть не на Нагорный Карабах, а на саму территорию. Заняв там несколько приграничных сел. Опять Армения, как член ОДКБ, обратилась к нам. Наши послали туда ОДКБ миссию наблюдателей, которая понаблюдала и свалила обратно. Это было конец прошлого года. Ну все, после этого, значит, в Армении пошли уже голоса, зачем нам быть в ОДКБ, если ОДКБ нам никак не помогает. И Россия тоже. И после этого они обратились за посредством к кому? На Запад. И сразу же Европейский Союз, который, между прочим, даже и не является формально военной организацией, они в январе этого года послали пограничную миссию на границу Армении с Азербайджаном, чего Армения от нас просила. Ну, то есть вот разъединение сторон, да, с тем, чтобы Азербайджан прекратил дальнейшие атаки. Они от нас этого просили. Мы отказали, а Евросоюз не отказал. Более ста вооруженных полицейских было отправлено во главе с немцами. Ну, так извините, а кто в этом виноват-то? Ведь к нам обратились-то за тем же самым. Мы отказали союзнику. Армения для немцев никакой не союзник. Ну, пока, по крайней мере. Они сделали. Больше, значит, что касается самого будущего статуса Карабаха. С 1994 года, с 1994, когда вот закончилась горячая фаза постсоветской войны, там в этом районе, был образован так называемый Минский механизм, Минская группа. Ну, в городе Минск. Куда вошли Россия, США и Франция. 1994 год. Вот они, значит, вели бесплодные, бестолковые переговоры о будущем статусе Нагорного Карабаха. Ничем это все не завершилось. В результате сейчас Армения чувствует, причем не Пашинян, Пашинян-то бог с ним. Большая часть населения Армении чувствует, что мы ее бросили. И, соответственно, армянское руководство ведет переговоры о гарантиях границ Армении. Потому что их же нет, этих гарантий. Но сегодня Карабах слопали. Завтра кусок Армении слопают. Потом ее вообще могут слопать. Потому что превосходство сил военных Азербайджана и Турции, ну, оно там, я не знаю, в разы просто. Территория Армении 30 тысяч квадратных километров. Это Московская область 50 тысяч квадратных километров, чтобы просто понимали. Ну, то есть перерезать ее там территорию Армении, разрез на части, это вопрос там нескольких дней. Ну, и вот, понимаете, теперь Армения ведет активные переговоры с американцами, с Евросоюзом. Мы говорим о будущем соглашении. Значит, Пашинян Алиев, глава Азербайджана, встречается в основном не у нас, а в других столицах. Ну, а сейчас Пашинян, чтобы уже привести, по-моему, совершает дикую абсолютно ошибку. Он говорит так, что мы готовы признать Нагорный Карабах, ну, или Арцах, как армяне его называют, частью Азербайджана. То есть вернуться к границам 1991 года, момента распада СССР, при условии гарантии безопасности армянского населения Карабах. В Армении, так сказать, возмущение, я скажу так, никакой гарантии безопасности, на мой взгляд, армянского населения в случае признания Карабаха частью Азербайджана никто оказывать не будет. То есть, по сути, если Пашинян это признает, ну, Армения, начнется этническая чистка. То есть все армяне их выгонят просто с Нагорного Карабаха на территорию собственной Армении и все. И это абсолютно еще не значит, что Армению оставят в покое. Поэтому, на мой взгляд, братскому армянскому народу, конечно, так сказать, решать нельзя ни в коем случае на это соглашаться. Если Армения выйдет из ОДКБ, какие изменения произойдут? Появится западная военная база? Нет, вы что-то в будущем числе-то говорите, в будущем времени. Армения фактически в ОДКБ и не состоит уже, почему? То, что ОДКБ ничем не помог. Ну, то есть, что такое договор? Договор – это взаимное обязательство, которое надо выполнять, да? Ну, иначе какой смысл-то в этом договоре? Армения неоднократно просила нас и другие страны ОДКБ выполнить свои обязательства. Мы не выполнили. Ну, то есть, от того, что Армения формально состоит в ОДКБ, ее безопасность-то не увеличивается. Потому что смысл в ОДКБ есть, если он реально работает. С точки зрения Армении он не работает. Потом опять, вы говорите, появится база. Еще раз повторю, она есть. Сто вооруженных полицейских Евросоюза во главе с немцем охраняют границу между Арменией и Азербайджаном. Конечно, если, предположим, Пашинян пойдет на сдачу Карабаха, безопасность оставшейся армянской территории будут контролировать, конечно, американцы. Там, я не знаю, турки, азербайджанцы. Турция, кстати, тоже страна НАТО. Не надо это забывать. Но не мы. Но мы же сами от этого устранились. Они же к нам обращались за помощью. Мы им ничем не помогли. Что, на мой взгляд, тяжелейшая ошибка. Мы просто сдали союзников. И самое главное, никакого Пашиняна, еще раз хочу подчеркнуть. Знаете, Пашиняна приходит и уходит. Армянский народ там живет тысячелетия и всегда, по крайней мере, в современную историю, всегда четко стоял на нашей стороне. Всегда. То есть мы увидим повышение напряженности в регионе. А она что там, снизила, что ли, с 2020 года? Я же говорю, это в Москве, это, может быть, не ощущается. Но на Горной Карабах населенный Армян, он в блокаде находится. Ну, то есть контрольно-пропускные пункты. Да, МИД России протестует. Да, он говорит, нельзя там устанавливать в Лачинском коридоре контрольно-пропускные пункты. Это противоречит мирному соглашению 2020 года. Плевать хотели на наше мнение. Вы заметьте одно. Вот на недавнем праздновании Дня Победы в Москве кого не было? Ну, Зеленского понятно, еще бы он там был, да? Палиева не было. А Пашинян был. А у нас получается, что нам как бы наплевать, что Армения, что Азербайджан. Но одна страна союзник, формальный, по крайней мере, и до сих пор. Там база наша военная стоит. А другая союзник натовской страны Турции. А мы относимся к этому абсолютно одинаково. Возникает вопрос, а кто с нами после этого вообще будет поддерживать союзические отношения, если Россия свои обязательства не выполняет, например? Кто? Но если они уже приняли какое-то решение, то почему не выйти молча? Почему нужно заявлять во всеуслышание? Почему Армения молча не выйдет из УДКБ? Из УДКБ нельзя выйти молча. Вы что? Это же не подворотня. То есть есть процедура выхода из этого договора. Возможно ли, что это какой-то торг или демонстративная позиция? Нет, извините еще раз опять. Какой торг-то? Там есть обязательства в этом договоре. Армения просила нас их выполнить. И у нас есть еще двусторонние. Вы что, забыли, что азербайджанцы наш боевой вертолет сбили над армянской территорией?